За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении, в районе села Питомник, российская армия артиллерийским ударом накрыло подразделение «Кракен». Уничтожено до 100 человек и 10 единиц военной техники. На Луганском направлении союзные войска продолжают перемалывать оборону противника. В ходе боевых действий из Лисичанской нефтеперерабатывающей завод украинские войска понесли тяжелые потери. К примеру, из 350 военных 108-го батальона в живых осталось только 30, часть из которых попала в плен. В результате Лисичанский НПЗ перешел полностью под контроль Луганской Народной Республики. Кроме Верхнекаменского направления, войска продолжили наступление в сторону самой Белогоровки для полного физического замыкания кольца Лисичанской группировки ВСУ. Белогоровка расположена в 7 километрах от Лисичанского НПЗ. Российские войска после вчерашнего успешного форсирования реки Северский Донец и закрепления на участке возле Приволя начали штурм данного населенного пункта. В итоге украинская группировка была выбита из Приволя. ВСУ на данном участке, понимая, что скоро противник доберется до Белогоровки, начали быстро отступать к Северску через единственный оставшийся канал – Лисичанск-Белогоровка-Северск. Такие вот нехитрые окопные укрепления мы встречаем во всех лесах, как в окраинах Святогорска, Щурово, Красного Лимана, так и сейчас в направлении населенного пункта Привольное, где идут бои, и постоянно встречаем вот такие укрепления. В боях у южной части Лисичанск российские войска прорвались с западной стороны и взяли под контроль прилегающий поселок Стекольный вместе с заводом. На взятие войска не остановились и продолжили наступление к восточной части с целью перерезания всей южной группировки ВСУ, которая пытается удержать промышленную зону в Белую гору. Очевидно, что командование ВСУ мысленно сдало город. Сейчас выведено через единственную трассу до 500 военнослужащих ВСУ на новый оборонительный рубеж Артемовск-Северск, который начал укрепляться еще два месяца назад. На Донецком направлении идут бои на подступах к Артемовску. Несмотря на значительные потери, ВСУ упорно сдерживает натиск штурмовиков Вагнера в районе Бокровского. Сюда прибывают постоянные людские резервы. Украинское командование понимает сильное осложнение обороны Артемовска, если противоположная сторона займет господствующие высоты за Покровским. В Одесской области на острове Кубанский повреждено подразделение французской самоходной артиллерийской установки «Цезарь». В настоящий момент из 14 «Цезарей» в составе украинской армии осталось 8. В Авидиопольском районе, в поселке Авангард, ударом накрыта воинская часть ВСУ. В Запорожской области у моста через реку Ян-Чехрак состоялся обмен украинских военнопленных, среди которых были боевики нацполка АЗОВ на российских военнослужащих и бойцов частей ЛДНР, в числе которых были летчики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok